Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня готовим сырник. Сырник львовский. Очень вкусный, очень нежный и в меру сладкий. Готовим. Для львовского сырника нам понадобится творог 0,5 кг, сливочное масло 100 г, манная крупа 2 столовые ложки, сахарный песок 120 г, изюм 50 г, яйцо 3 штуки и соль с чепоткой соли для улучшения вкуса. Готовим. Высыпаем сахар, творог, в творог добавили сахар и яйца. Взяли блендер и нужно нам хорошо взбить. Вот такой консистенции. Смотрите, какой должен быть творог. Не густой должен получиться, не густая должна получиться масса. Если у вас получилась густая масса, добавьте сметану. Отправляем сюда масло. Размешали потихонечку. Отправили изюм, заранее промытый. И манную крупу. И тщательно размешаем, соединим все продукты. Берем форму. Застелили пергаментом. Если у вас силиконовая форма, можно не застелать. И выкладываем творожную массу в форму. Разрамняли. Распределили. Творожную массу. И отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Примерно на 40 минут, а то и на час. 50 минут пробыл сырник в духовке. С формы мы его не достаем. Пусть остывает в форме. Пока остывает наш сырник, мы готовим глазурь. Включаем плиту. В кастрюльку налили 4 столовых ложки молока. Добавляем 120 грамм сахара. Перемешали. Добавляем масло 200 грамм. Огонь небольшой. Перемешиваем и доводим до кипения. Когда закипела эта вся масса, отправляем сюда 5 или 6 столовых ложек какао. И перемешиваем. Нам нужно, чтобы была однородная масса. Глазель готова. Сырник наш остыл. Теперь кладем пергамент на него. Досочку. И берем вот так. Раз. И переворачиваем. Сняли. Старайтесь покупать белый пергамент. У меня белый пергамент закончился. Остался вот такой бежевый. Он не очень хороший. Я в основном этот пергамент использую для мяса. Или просто завернуть сыр. Когда я варю твердый сыр, то я в него заворачиваю потом сыр. И теперь охлажденный сырник покроем охлажденной глазурью. Смотрите, чтобы глазурь не сильно разъезжалась, будем так говорить, по стенкам. Вот так взяли и эту бумагу немножко подняли. Здесь то же самое. Вот видите, она немножко съехала. Вот покажу вам. Съехала немножко. Ножиком можете, но она сейчас мягкая. И все равно съедет. Ну, как бы опустится вниз. А она пергаментом. Вот так ее. Можно на пленку тоже делать. Вот. Видно вам? Вот так. Здесь закрываем. И здесь краешек тоже. Вот немножко съехала. Видно, да? Теперь мы берем. Так, прижали бумажку. Здесь так уголочки. Вот так. Все. И теперь смотрите. Глазурь наша никуда не денется. Вот. Видите, как хорошо. Все хорошо. Отправляем в холодильник где-то на часик, на два, до полного застывания, чтобы можно было потом ножом все порезать. Наш сырник остыл. Теперь мы можем аккуратненько. Смотрите, как снимается бумага. Вот так вот покажу вам. Все. Можем переложить на тарелку. А сейчас я вам покажу, как он разрезается. Берем ножик. И режем. Хочу так развернуть, вам показать. Вот, посмотрите. Какой вкусный сырник в шоколаде. Львовский сырник. Такой сырник у нас получился. Обратите внимание. Очень вкусный. Очень нежный. И поверьте, в меру сладкий. Готовьте со мной. Кому понравился такой рецепт, ставим пальчик вверх. Подписываемся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok